Определимся с понятиями. Векторная графика оперирует кривыми и заливками, которые составляют объекты в пространстве. Одномерном, двухмерном или трехмерном. В отличие от арастровой, которая обходится точками, то есть пикселями. Это определяет их разное предназначение, возможности и затрата. Что-то удобнее описывать и хранить точками, а что-то кривыми. Пиксель это от английского Picture Element или Picture Cell, то есть элемент изображения или клетка изображения. Каждый пиксель имеет определенный цвет и координату. Начнем с особенностей векторной графики, потом сравним ее с астровой. Векторная графика существует в математическом пространстве и работает с идеальными объектами. То есть привязана, не привязана к чему-то вещественному, а следовательно аппаратно независимо. Мы можем создать сколь угодно подробное изображение, сколь угодно большое, а потом растягивать и сжимать, и все это выражается в координатах в некоем пространстве. Отсюда и оборотная сторона аппаратной независимости. Чтобы все-таки воспроизвести векторное изображение на мониторе или принтере, нужно как-то его пересчитать в координаты устройства, раскрасить в цвета, которые может воспроизвести это устройство, в общем как-то приземлить. И это вызывает неоднозначность. Например, разные устройства могут по-разному интерпретировать тонкую линию. Один принтер ее напечатает тоньше, а у другого разрешение будет поменьше, и линия получится толще. Это сказывается, например, в полиграфии, где макет, напечатанный на бытовом принтере, смотрится хорошо, а при выводе на профессиональной машине пропадают тонкие линии. Оказывается, они на самом деле не пропадают, просто в макете стоит свойство линии Hairline, то есть минимальной возможной толщины. И каждое устройство выполняет это указание как умеет. Профессиональная техника может иметь высокое разрешение, и тонкая линия будет практически не видна. Кстати, вот мы говорим о принтерах, мониторах, а они вообще с какой графикой работают. Мы видим те самые векторные чертежи, но сам-то монитор состоит из пикселей, это же элементы растрового изображения. И действительно, изображение растрируется для вывода на печать, или для вывода на монитор. Существуют векторные мониторы, например, осциллографы. В прошлом такие мониторы были и у компьютеров. Ну вот, например, создатель первого графического редактора Айван Сазерланд дает интервью, а вокруг него компьютер, а вот тут маленький монитор, он как раз векторный. Видите, как луч перерисовывает объект? Обычно луч проходит поверхность экрана независимо от того, есть там что-нибудь или нет. Это растровый способ воспроизведения. Так называемое сканирование. Здесь луч не различает объектов, он воспроизводит яркость отдельных точек, ну или в телевидении строк. Напечатать векторное изображение тоже возможно. Для этого существуют плоттеры, если говорить по-русски, графопостроители. Их часто путают с принтерами. Они чертят изображение линиями, а не строками, как принтер. Только будем помнить, что двигатели, которые перемещают лист под кардашом, тоже имеют определенный шаг, пусть и незаметный глазу. Когда мы будем говорить о форматах графики, вы увидите, что для растровых изображений существует множество разных общих форматов. А для векторных всего ничего. То есть они есть, но не для всех применений. Из-за того, что изображения существуют в некотором абстрактном пространстве, получилось, что разные производители программ по-разному интерпретируют эти изображения. Вроде бы существуют фильтры импорта и экспорта векторных изображений, но зачастую есть неоднозначность интерпретации или неполнота переноса. Да и не каждая программа принимает файлы другого производителя. Например, Coral читает формат иллюстратора, а иллюстратор чужих форматов не понимает. Зато нет совершенно никакой разницы, какого размера в заданной системе координат, например, вот эти кружки. Может быть это размещение отверстий на печатной плате, а может быть это взаимное расположение галактик. Описание объекта в виде коревых удобно тем, что это, как правило, требует не так много памяти, как описание его же точками. Если взять чертеж обычного формата А1, то он обычно занимает не очень много места, будучи цветным и с отличной прорисовкой деталей. Переведя его же в растровый формат, мы увидим достаточно большой файл. Это если в нежатом виде. Конечно, есть алгоритмы сжатия для точных изображений, но это уже другая история. С другой стороны, если мы увлечемся и опишем объекты слишком подробно, то есть шанс, что такой векторный рисунок станет занимать даже больше места, чем нежатое изображение. Но это исключительный случай. Гораздо раньше возникнет проблема интерпретации такого рисунка. Одно дело поставить на экране точку, а другое дело рассчитать множество довольно сложных формул, которые описывают объекты на экране. В любом случае, здесь память расходуется на описание кривых и заливок, а не на описание каждой точки. Еще одна важная особенность векторной графики вытекает из ее математической природы. Если мы применим какую-нибудь операцию сжатия, поворота или другую деформацию, то объекты не станут рассыпаться на части и не будут выглядеть потрепанными, даже после нескольких таких операций. Если же попытаться искажать и уменьшать, а потом опять увеличивать растровое изображение, то бесследно это не пройдет. Правда, если вы работаете, например, в фотошопе, то он поступает хитро. Он заворачивает вставленный объект в контейнер, и вы можете как угодно его преобразовывать, но непосредственно к растровому изображению в этом контейнере все эти преобразования применяются только при сохранении в какой-нибудь файл для конечного просмотра. Это позволяет избежать промежуточных потерь. Ввести векторное изображение в компьютер оказывается намного сложнее, чем растровое. Если растровое изображение можно получить при помощи фотокамеры, или видеокамеры, или сканера, а также более экзотическими способами, то с векторными все сложнее. Что такое растровое изображение? Это оцифрованный сигнал. То есть это вполне понятный для электронного устройства, коим является компьютер, источник информации. И компьютер понимает, что с ним нужно сделать. Поделить на отчеты, а отчеты на уровни. Это называется дискретизация, квантование, в общем, знакомые уже нам вещи. В данном случае дискретизации подвергаются пространству, а квантование уровня яркости по компонентам цветовой модели RGB. А в случае с векторным источником как быть, надо ведь не просто увидеть точки какой-то яркости, надо понимать, что перед нами объект, какие у него границы, какие у него свойства. Вот простой пример. Карта. Сейчас оцифровывают так. Кладут сканер, получают растровое изображение, а потом специальная программа из растрового изображения пытается найти векторные элементы. Ну, то есть сначала мы разбираем изображение на точке, чтобы ввести его в компьютер, а потом собираем обратно, чтобы выделить объекты из массива равнозначных точек разной яркости. Но беда в том, что не всегда можно так просто понять, куда какая линия должна идти и к какому объекту она относится. Человек, изучающий эту карту, видит контекст и знает правила картографии, а машина просто пытается найти продолжение линий. И это мы еще хороший пример смотрим. А ну, как бы надо оцифровать, скажем, вот такую карту. Тут уже и человек заблудится в линиях уровня. Видимо, очень крутой спуск. Раньше, когда память в компьютерах было совсем мало, а сканеры стоили дорого, карты вводили при помощи координатного планшета, специальным маркером. Обводили каждую линию. Это как раз векторный способ. Задаются точки, по которым строятся кривые. Но это ввод вручную, лишь отчасти заменяющий ручной ввод координат с тех же точек с клавиатуры. Раз уж речь зашла о вводе информации, заметим, векторная графика не только не предназначена для автоматического ввода, то есть сканирования или фотографирования, но и для фотореалистичных изображений. Она тоже непригодна. То есть перевести фотографию в более-менее похожую внешнюю картинку из кривых и заливок можно, но зачем это большой вопрос. Здесь есть два аспекта. Первый. Это сложность описания. Пока мы рисовали какую-нибудь фигуру, векторная графика была очень уместна. Мы получали объект и могли работать с ним. А фотография это совсем другое дело. Она изобилует подробностями, которые хочет фотограф или нет, так и лезет в кадр. Начиная с шума матрицы и размытого фона. Ну вот как все это описывать в кривых? Получается неимоверное количество малозначащих деталей. Второй аспект. О логической бесполезности такого ввода. Ведь для чего бы он мог понадобиться? Сэкономить место? При высокой детализации место мы можем еще и потерять. Еще мы можем хотеть работать с объектами отдельно. Вот например, на фоне города человек. Отдельно человек, отдельно объекты фона. Векторные редакторы, как правило, имеют возможность трассировки. Того самого преобразования, растро и линии заливки. Но при этом мы не получаем возможность, например, снять человеку в кадре очки, отделить его от фона или подвинуть что-нибудь. Для редактирования такая фотография совершенно непригодна. В растровой графике при обработке изображений одним из основных действий является выделение объекта. Отделение фона по различным признакам. Так вот, лучше уж работать с точками, чем с таким набором кривых. Потому что они совершенно бесполезны для правки и вдобавок тяжелы для сохранения. И для прорисовки. Тут одни сплошные недостатки получаются. Продолжение следует...